Красота спасет мир, а красоту спасет косметология. Верно ли эта фраза отражает заботу о здоровье? Для нас уже стали привычные понятия филлеры и ботокс. Увлечение уколами красоты – весьма популярная тенденция. Сегодня в программе «Тема дня» поговорим о секретах этих процедур, что должен говорить пациенту врач и какие противопоказания существуют. В гостях я приветствую дерматовенеролога и косметолога клиники Медгард Екатерину Прогачеву. Екатерина Михайловна, здравствуйте. Обращая внимание на лица на улицах, в кафе, в автобусах, мы уже можем сделать выводы, что эстетическая косметология, она достаточно популярна. И вот расскажите, что входит в топ процедур, которыми пользуются оренбушицы? Ну, в основном, конечно, это увеличение губ. Это, наверное, самое популярное, потому что это и молодые девушки обращаются, и уже не совсем молодые. Но то есть это, наверное, самое популярное, самое заметное. А также ботулинотерапия. Вот это всем известное слово «ботокс», которым называются, мне кажется, все процедуры косметологические. То есть ботулинотерапия – это такая процедура, которой мы убираем мимические морфины на разных областях лица. Вот это, наверное, самое популярное. Ну и, конечно, просто уходовые процедуры тоже никто не отменял. Биоритализация немножко поменьше сейчас стала, но уход тоже очень любят женщины, и не только. То есть это много маленьких уколов, гиалуроновой кислоты, либо различных коктейлей витаминных. Но в каких случаях все-таки нужны все вот эти процедуры, филеры, ботоксы? Это только когда появляются мимические морщины, или после травмы, например, какое-то лицо пострадало, или после болезни какой-то кожа пострадало, тогда нужно пользоваться ими все-таки? Хороший вопрос. Но как мы косметологи-дерматологи говорим обычно своим пациентам, то что косметология – это профилактика старения. Нет такого, что нужно дождаться какого-то вот случившегося факта, а потом только бежать к косметологу. Мы обычно начинаем обращать на свое лицо. Это же может и молодая девушка быть. Например, есть проблемы с акне, есть избыточная сальность лица. Почему бы не походить к косметологу и не пытаться убрать рубцы, которые были после, например, акне, высыпания, после углевой болезни? То же самое про морщины, если будем говорить. Морщины появляться могут в различном возрасте. Даже у подростков за счет огромной мимической активности могут появляться мелкие морщинки. И вот если мы на этом этапе будем с ними бороться, то уже к 40 годам лицо будет выглядеть гораздо лучше, если мы раньше это начнем. А по поводу операций, ну, это к эстетической косметологии не имеет никаких отношений. Но сейчас вот тема ковида, наверное, тоже может играть какую-то свою роль, потому что эти глубокие интоксикации на внешнем виде, конечно, тоже могут оказывать какое-то негативное воздействие, поэтому можно легкими процедурами тоже помочь. Поэтому все здесь очень индивидуально. И не надо затягивать, я бы так сказала. Ну, вот как раз к теме молодых. Мы наблюдаем, что 18-летние, 25-летние девушки, они уже тоже начинают себе делать все эти процедуры. Хотя мы же видим, что еще молодая кожа, внешность еще совсем юная, и они уже увлечены этим. У многих возникает все-таки вопрос, а нужно ли так рано? Может быть, все-таки есть какой-то возрастной ценз? Ну, хотя бы там 30-35 лет, когда ты уже начинаешь, уже готовить себя к более такому старшему возрасту? Ну, если грамотно подходить к этому вопросу, ну, как я уже сказала, косметология может начинаться с 16-летнего возраста, с разрешения родителей. То есть, если есть проблема акне, мы можем и подростку даже делать инъекционные процедуры в виде мезотерапии, которые будут также лечить кожу, восстанавливать после глубоких высыпаний. По поводу морщинок. Ну, это тоже все индивидуально. Ну, например, есть девушкам, которые уже показывают 20 лет бетулинотерапии, например, для блокады вот межбровной области, чтобы не формировался уже очень глубокий залом, который уже в 30 лет будет очень сложно убрать. Только бетулинотерапии. Поэтому мы смотрим все индивидуально. Сейчас огромная индустрия всяких терапевтических коктейлей и вообще препаратов, которые мы градируем по возрасту, возрастному цензу. Например, есть мезококтейли для молодой кожи до 25 лет, для возрастной кожи. Поэтому, в принципе, есть какие-то легкие пилинги, которые просто обновляют поверхность кожи. Потому что нужно понимать, что с 25 лет начинается сокращение, резкое выделение гиалуроновой кислоты своей собственной и снижается продукция хорошего коллагена, который обеспечивает нам тонус кожи. Поэтому, в принципе, можно сказать, что в 25 лет мы уже все начинаем стареть. Поэтому у кого генетически запрограммировано это чуть попозже, чуть пораньше, но уже 25-летний рубеж не считается каким-то опасным возрастом для похода косметолога. Можно что-нибудь придумать. Не обязательно это могут быть какие-то суперинтенсивные процедуры. Все ступенчато. Как косметологи относятся к такой тоже набирающей, мне кажется, теме, как фейсбилдинг? То есть есть люди, которые предлагают лучше делать сразу инъекции и прочие процедуры, да? А кто-то говорит, лучше не надо, начинайте фейсбилдинг. Это гимнастика для лица, для мышц лица. Вот подтягивайте, и у вас будет здоровая кожа лица, и поэтому все будет хорошо. Как вы относитесь к этой лице? Кожа лица вряд ли, но смысл вот этих вот упражнений, это действительно хорошо. Ну как вот мы спортом занимаемся, тело в тонусе держим, так же мышцы лица. Почему бы и нет? Но здесь есть одно но. Если вы готовы это делать на постоянной основе пожизненно, как это делают японки, например, тогда да. Тогда здесь есть смысл. Но тут еще такой момент есть. У нас у каждой расы есть свой тип старения. И вот наш тип старения, российский, он очень специфический. Он не относится к мышцам, а побольше тканям и к растяжимости кожи. Поэтому этот фейсбилдинг, он может быть как одной составляющей. Потому что у нас один из самых сложных типов старения. Расскажите поподробнее про этот тип старения. Как он называется? Он называется деформационно-отечный. То есть это как раз самые классические жалобы, когда лицо плывет вниз, появляются брылья, тяжелый подбородок. Потому что если брать европейскую расу, азиатов, они как раз стареют как мужчины. Мужской тип старения. Это когда объемы не смещаются, а просто появляются мимические морщины за счет того, что мышцы очень часто сокращаются. Но при этом ткани на месте остаются. А вот русские женщины, к сожалению, стареют самым тяжелым способом. Это опущение тканей вниз. Нам не повезло. Не очень. Не очень, да? Не очень. Еще есть такое мнение, и психологи высказываются на этот счет, что увлечение улучшением своей внешности напрямую связано с развитием социальных сетей. А точнее с фильтрами, которые используют сейчас. Ну, ты сфотографировала себя вместе с фильтром, ты красив, ты выставил такую фотографию. И очень часто женщины стараются достичь вот этого идеала, который они получают фотографии с фильтром наяву. Вы согласны с таким мнением психолога, что женщины начинают себя как бы недолюбливать после вот таких фильтров? Ну, наверное, есть какая-то правда, потому что мы сейчас все зависимы от каких-то социальных сетей, от внешнего вида. Этому очень большое внимание, конечно, привлекается. Особенно это молодые девушки, которые вот, ну и так подростки, например, да, или молодые, стесняют свои внешности, какие-то моменты есть. Но нужно понимать, что косметология, ну, не сможет создать такое идеальное лицо, даже пластическая хирургия, ну вот не сможет сделать такую красоту, которая делает нам фильтр, идеальную кожу, ни одной морщины на лице, ни одной поры на лице, такого, к сожалению, не будет. Ну, не нужно, ну, бесконечно жить в косметологическом кабинете, чтобы достигнуть такой красоты. Вот в рекламных проспектах и роликах мы часто слышим такой посыл, что филеры и ботокс, ну и другие, допустим, компоненты, они безопасны. И введенные препараты через какое-то время, они просто выводят из организма, и они не остаются. Но так ли это? Потому что есть уже и противоположное мнение, что они никуда не исчезают, они остаются и копятся. Ну, например, вот если говорить про ботулинотерапию, да, про боткс, это торговое название препарата нейропротеин, протеиноботулинистического токсина, как он раньше назывался. Это яд, да? Да. Это, ну, это производный, не сказать, что прям настоящий яд, но это, да, именно вот оттуда пошло само вот это вещество. Оно полностью выводится, то есть там происходит взаимодействие с рецепторами мышцы, и через какое-то время мышца полностью восстанавливает вот эти вот рецепторы, которые были под воздействием ботулиностического протеина. И, в принципе, мышца полностью восстанавливается. Поэтому такие вот мифы, если я начну сейчас сделать ботулинотерапию, если я вдруг прекращу, у меня потом все мышцы опустятся, все будет плохо, и вот это неправда, это действительно миф. Что касаемо филеров, то, ну, раньше считалось, ну, и вообще считалось, что хороший филер должен биодеградировать, то есть полностью уходить из ткани лица. Но как показывают последние данные из различных исследований, делают ультразвуковое исследование кожи, и не только, все-таки какая-то часть филеров остается и даже может обнаруживаться не в тех местах, куда это выводилось. То есть вот по межтканевым пространствам все-таки миграция, микродоз филеров уходит. А если она остается там, дальше не исчезает, как это дальше влияет на организм? Есть какие-то следы? Пока еще точно сказать, ну, конечно, наверное, сильно хорошо это не является, потому что что делает филер? Он гиалуроновый, он притягивает к себе воду, и поэтому большое количество филеров может приводить к дутловатости лица. Ну, наверное, вы тоже могли видеть, когда слишком много, ощущение отечности появляется вот такое. Вот поэтому вот приток воды, да, но как бы вот что, не прошло еще столько времени, чтобы мы могли отследить какие-то вот гистологические изменения в коже. Пока только вот обнаружено было, что вот он есть, доказано. А вот пока что дальше еще мы не можем сказать. Угу. Но вот мы же понимаем, что даже вот малейший укол, да, одну морщинку убрать там или несколько морщинок убрать, что малейший укол, это уже вмешательство идет в организм. Конечно. И вот инновационные процедуры, ну, наверное, как любой другой укол, они имеют свои какие-то риски. Вот есть какие-то риски у уколов красоты? Вы как-то говорите о них? Конечно. Ну, например, в клинике Медгард, ну и вообще в каких-то крупных клиниках и салонах должно быть информированное согласие для каждой процедуры. В каждом информированном согласии прописываются все побочные эффекты, которые могут возникнуть, ну, для данного конкретного препарата, там, для пилинга, для инъекции, для всего абсолютно существует побочный эффект и противопоказания. Поэтому перед тем, как назначить что-то, мы должны собрать анамнез, да, свериться с этими противопоказаниями. Ну, на самом деле, они не такие уж прям распространенные, поэтому очень многие люди могут делать какие-то процедуры. Но если есть тоже противопоказания, хронические заболевания, сахарный диабет, онкология... То есть, вот можете нам еще перечислить, с чем нельзя идти украшать себя? Ну, вот все, что я перечисляю, это не то, что конкретно нельзя. Это вот мы ограничиваем и взвешиваем. Это эндокринные патологии, аутоиммунные тиреидиты. Вот тут вот могут быть разные ответные реакции организма на введенный любой компонент, препарат. Вот. С чем точно нельзя идти? Это вот с обострением инфекционных заболеваний, либо хронических кожных заболеваний, особенно в зоне введения препарата. Ну, то есть, на лице что-то возникает. Да, то есть, тут уже, конечно, точно нельзя ничего делать, пока все это дело не пройдет. А вот всякие хронические заболевания, это в основном всегда относительные противопоказания. Ну, там можно что-то придумать, что-то попробовать, что-то... Или заменить. Или заменить, да-да-да. Ну, что-то вот поиграть с каким-то препаратом. Такое возможно. Вот. И, конечно, на каждую процедуру существуют свои побочные эффекты. Вот. Мы обязательно должны предупреждать пациента о том, что будет. Чаще всего, конечно, побочные проявления, они временные. Это чаще всего. Но вот если брать какие-то препараты типа биоритализации, уходовые процедуры, но они практически каких-то страшных побочных эффектов не имеют. Но аллергические какие-то могут быть реальцати, очность временной, синяки. Это все проходящие дела. А вот контурная пластика, это введение филеров. Вот там как раз есть очень неприятные осложнения. Особенно при контурной пластике носа, носослезных. То есть вот мест, где есть крупные сосуды, даже фиксировали в случае слепоты. То есть гель мигрирует по сосудам, тромбы формируются из филеров в сосудах и нарушается кровоснабжение, и могут возникать разные нехорошие ситуации. Они редки, но о них мы обязательно должны пациенты предупреждать, потому что мы не обладаем рентгеновским зрением. И вот эта ситуация иногда может случиться. Но если ее вовремя как-то диагностировать, с ней можно побороться. Но вот как бы неприятные осложнения тоже возможны. Ну вот вы сейчас рассказали о таких рисках. И вот мы сейчас видим, что очень много открылось салонов и кабинетов, где делают такие процедуры. Вы все-таки представляете крупную клинику, где работают врачи. А вот какими все-таки должны знаниями обладать и навыками, и, возможно, дипломами, сертификатами специалисты, которые делают такие процедуры. Это обязательно должно быть высшее образование медицинское или достаточно навыков медсестры? Нет, это, конечно, обязательно высшее образование. Медсестры у нас, ну, начнем, допустим, с медсестры. Действительно, они могут заниматься косметологией в каком плане. Они максимально что могут делать? Это массажи лица, они могут делать эпиляции, они могут работать на аппаратах, которые борются с целлюлитом, то есть по телу. Вот такие процедуры, они имеют полное право делать. Даже чистки медсестры имеют право делать. Это называется косметевтика. Вот. Они косметисты, они эстетисты, косметисты. А вот уже косметолог, это обязательно врач. То есть это сначала всегда высшее медицинское образование. Затем это специализация по специальности дерматовенерология. Затем это повышение квалификации по специальности косметология. То есть это три ступени. Это всегда только врач. Вот. И это что касаемо доктора. И если говорить о безопасности самого там препарата, в котором мы вводим, в России существует регистр препаратов, да. То есть их исследует их безопасность и вносит уже в специальные там разрешенные списки. Вот. Это называется регистрационное удостоверение. То есть сейчас очень большое количество препаратов. Вот. И поэтому желательно ну тоже удостовериться, что клиника работает ими проверенными препаратами. Потому что если что-то случается, то если не будет вот этих вот документов, то даже в судебных процессах могут быть не на вашей стороне. Получается, на маркетплейсах такие вещи не покупают. Я правильно понимаю, да? Ну, сейчас, да, такие тоже есть случаи, что сами пациенты, сами покупают препараты, даже сами себе вводят. Это такое тоже сейчас есть, к сожалению. Ну, да, непроверенный препарат может вызвать отсроченные побочные действия. То есть, например, выводит, делаешь увеличение губ, и через год этот препарат биодеградирует до такой степени, что вместо губ получаются рубцы. Ну, вот если так вот грубо говорить. Поэтому нужно всегда интересоваться, что за препараты, что за доктор, и есть ли лицензия на оказание таких условий в клинике. Тогда это будет гарантированно и безопасно. А вот давайте проговорим. Все-таки пациент пришел делать какие-то инъекционные процедуры или какие-то другие, аппаратные, возможно. Что он должен тогда у врача спросить? Чтобы он показал ему диплом, сертификаты и какие-то сертификаты для этих инъекций? Как это должно происходить, чтобы человек был в результате уверенно, спокойно, что все пройдет? Ну, например, если пациент приходит в клинику, то, конечно, не доктор там не может работать. Только это если какой-то частный кабинетик, но там, наверное, в личной беседе можно это спросить. Обычно во всех кабинетах косметологов прямо на стене всегда висят все наши сертификаты. Потому что когда мы учимся косметологии, мы на каждую процедуру получаем свой сертификат. Ну и обычно для того, чтобы этот вопрос не возникал, если у нас какой-то аппарат есть, всегда у кого-то аппарата висит фамилия доктора и сертификат на этот аппарат. Также на какую-то там процедуру, на инъекционный препарат. Поэтому это у нас всегда все есть. Ну и еще пациенты могут спрашивать, в конце концов, да, задавать вопросы и получать ответы. Конечно, это не проблема. Блюст к всему, качественная медицинская косметологическая услуга всегда должна сопровождаться подписанием информированного согласия. Там, где пациент сам должен прочитать абсолютно все. Мы там описываем все риски, чтобы не было никаких разногласий. То есть пациент должен задуматься, если ему не предлагают такое подписать. Да. То есть надо задуматься. Надо задуматься, да. Стоит ли там это делать. А вот бывают ли такие случаи вот у вас, когда приходят, допустим, пациенты, пациентка, и она хочет сделать вот только вот эту хочу процедуру. А вы видите, например, что лучше не надо, лучше отсрочить или что-то другое сделать. Вы стараетесь как-то вот донести, что может быть как-то по-другому вести решение? Ну, конечно, потому что пациент может немножечко не понимать. Во-первых, вот есть различные мифы, да. Во-первых, как? Всегда разговор строится на самом деле, что человек хочет. Потому что, знаете, бывает так, что я, например, вижу вот такая проблема, мне бросается как доктору глаза, а вот пациенту, это он его не замечает, эту проблему, ей хочется вот это. Но если это никак на здоровье не влияет, ну, почему бы и нет? Ну, такое можно пойти навстречу. Но если это совершенно лишнее, то, конечно, конечно, стараешься переубедить. И в ста процентных случаях это получается, если ты грамотно это доносишь. Никогда такого не было, чтобы прям со скандалом что-то требовали. Всегда договориться возможно. Вот вы как врач с большим опытом работы и имеющий много сертификатов, которые позволяют вам делать разные процедуры. Все-таки какое бы вы сделали бы обращение к женщинам, наверное, все-таки больше у вас клиентские женщины, чтобы вот красота, она спасала мир и не портила наше здоровье общее. Ну, вы знаете, я всем говорю, кто приходит на консультацию по косметологии, всегда вот это, и повторюсь, что я вначале говорила, что косметология это профилактика старения. Не нужно дожидаться, когда тебе, это тоже очень часто момент, когда через две недели 50 лет и приходят к доктору и просят там молодиться, лет 20 скинуть. Такого, к сожалению, не бывает. Мы не волшебники, мы не можем сделать. Если женщина хочет оставаться в тонусе длительное время, лучше начинать какие-то пусть минимальные косметологические процедуры делать, но вовремя. А для этого просто банально нужно приходить на консультацию, обговаривать какие-то возможные процедуры, план работы с лицом, потому что это не обязательно должно быть с инъекцией начинаться. У нас много в арсенале всего такого хорошего, которое может поработать только просто с качеством кожи, не меняя ни внешнего облика, ни объемов и ничего. У нас очень много различных вариантов косметологических для помощи. Входит ли в это консультацию питание? Потому что ведь сейчас тоже это активно нутрициологи, да, они говорят, что хотите хорошо выглядеть, надо еще и подумать о том, что вы едите. Ну, конечно, мы сейчас начинаем косметологический осмотр, не просто с внешнего вот такого вот осмотра, да. Мы, конечно, и просим пациентку и анализы сдать, и какие-то дефициты пытаемся перекрыть. Без этого ответная реакция на косметологические процедуры может снижаться. Но даже и без этого всего, в принципе, все равно положительный эффект будет. Лучше делать, чем не делать. Вот так скажем. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Нашим зрительницам мы желаем быть красивыми и к улучшению своей внешности подходить самому.